Грабеж, хищение, разбой, побои, краткий список жалоб в полицию посетителей московского ГУМа зашел в один из самых дорогих бутиков, а вышел с горой претензий как моральных, так и физических. Стоит уточнить, потенциальный покупатель был с камерой. Видеоблогер Борис Иванов собирался снять в магазине рядовой репортаж. Техника не профессиональная, бытовая, но ее хватило для начала конфликта. Включилась охрана, ну а дальше стандартная схема. Препирательство, борьба за ту самую технику, угрозы. Словом, весь набор, который с образом модного и дорогого бренда, ну никак не вяжется. Тем более в историческом центре Москвы. Естественно, все происходящее попало не только в полицию, но и в интернет. Как итог, десятки негативных отзывов на странице главного универмага. Оценки в один балл и подписи вроде «Уважаемые туристы, будьте осторожны при посещении этого объекта. Адекватность персонала не гарантируется». Пишут и по-английски, так что уже точно все поняли. Ну а как такое вообще возможно, выяснял Евгений Нипот. Евгений, здравствуйте. Добрый вечер. А может быть сам как-то спровоцировал? Ну, с охранниками он ерничал, конечно, но прилавков не громил, и сумочки, стоимость которых превышает несколько сотен тысяч рублей, украсть не пытался, но все равно получил по лицу. Вообще, блогер по имени Боря специализируется на подобных провокационных ситуациях. Ну, хобби у него такое – ходить по магазинам и снимать видео. Ролики на его страничке, где он конфликтует с охранниками, набирают в районе 50 тысяч просмотров. И вот очередная такая вылазка закончилась для него тумаками. «Типа охранник, но это не охранник». Сам себе режиссер решил дать стрякача, но ретивый охранник, по словам молодого человека, грубо пресек его попытку к бегству. «После этих действий я прям сразу получаю удар с головы, от которого меня как бы повело в сторону. Естественно, я пытался убежать от него, но охранник как бы силой за руку меня схватил, да, и начал заламывать кисть с основной камерой, которая у меня была в тот момент в руке». Борис, резко превратившийся из оператора в участника потасовки, схватился за газовый баллончик. Химию распылил прямо у магазина, в коридоре торгового центра, где в тот момент было множество посетителей. Зато и поплатился. От накала страстей у него даже камера отказала. «Ты чё не давишь?» «Сиди тихо». «Да я уже убрал его». «Сиди тихо». «Мне больно». «Сиди тихо». А ведь всё начиналось с обычной видеосъёмки. Сотрудники магазина заявляли, что записывать в зале в этой святая святых можно лишь на телефон. А вот на любую иную технику только с одобрения пиар-службы. Хотя, по словам юристов, такие правила идут вразрез с законом. «В практике встречается, что магазины вешают специальные знаки, что якобы видеосъёмка в магазине запрещена. Но, тем не менее, это противоречит действующему законодательству. В соответствии с Конституцией Российской Федерации любой гражданин имеет право вести видеосъёмку в общественных местах. Магазин будет являться общественным местом. То есть там, где есть торговый зал. Съёмки запрещены в торговых залах только в тех случаях, если это может повлечь нарушение коммерческой тайны». Налицо и чересчур агрессивные действия охраны. Ведь до того, как блогер добавил перцу своим баллончикам, если верить видеозаписи, никаких противоправных действий он совершать не пытался. В прямом перечне случаях, когда охранники имеют право применять физическую силу, законодательством не предусмотрено. Есть лишь общие положения, предоставляющие частным охранникам право применять эту физическую силу и предусматривающие, что интенсивность и методы воздействия охранник определяет самостоятельно. Гражданин здесь не представлял опасности, он не нарушал порядок, он не представлял опасность для других посетителей и не представлял угрозы для товара, который подвижит охране. Соответственно, отношение к нему вору к физическому силу не было оснований. Хотя нервную обстановку в люксовых магазинах можно понять. 31 декабря в один из бутиков нагрянули воры, похитив 7 миллионов рублей. Вот, видимо, охранники и были, что называется, на взводе. Если мы говорим о крупных брендах, то подобный маленький инцидент, конечно же, не может нанести большого ущерба ценности бренда и вряд ли отпугнет потенциальных покупателей, а также покупателей, которые привыкли носить одежду, а также аксессуары данного бренда. Вся информация о стоимости и о моделях есть на официальном сайте. А те люди, которые приходят и детально пытаются снять коллекции, это, конечно же, люди, которые в последующем отшивают подобные коллекции уже на продажу, но не настоящие, именно фейковые вещи. Кстати, после этого инцидента в магазин нагрянул целый десант ребят с телефонами и камерушками. Даже Деда Мороза с собой позвали. Такую вот маленькую странную месть организовал Борис. Оперативно прокомментировать ситуацию с побоями и видеосъемкой представители бренда не смогли. Блогер же, как минимум, намерен привлечь к ответственности избившего его охранника. И, видимо, о процессе борьбы снимет мини-сериал для своего блога. Евгений Нипот о том, как погубить репутацию. Далее вести в 23.